с помощью которого удалось реализовать эти мои идеи и довести их к такому уровню. Сейчас я кратко расскажу, что себя представляет программа «Дельно-восточная ипотека», поскольку здесь присутствующие не все стекуты из Дальнего Востока, чтобы было понятно, о чем нужно речь. Сама программа была запущена в декабре 2019 года, будет действовать пока до 2030 года, но ее трог постоянно пролонгируется, поэтому она будет действовать и больше. Среди целей получения «Дельно-восточной платильки» можно выделить следующее. Это покупка квартир у застройщика, готовая ли на этапе строительства, то есть покупка квартир именно на первичном рынке недвижимости. Потом покупка квартиры или дома на вторичном рынке именно в сельских поселениях. То есть здесь от города обычные. Дальше покупка земельного участка и строительства дома. Также покупка квартиры на вторичном рынке только в Магаданской области и Чукотском автономном области. Это изменение программы было введено в сентябре 2020 года, поскольку в Магаданской области и Чукотске автономном области достаточно такие статистические регионы. Там первичный рынок недвижимости практически отсутствует. Поэтому для этих регионов такие вот послабления, скажем так. Условия программы следующие. Ставка по этой программе существенно ниже рыночной. В среднем это 1,2%. Также это небольшой первоначальный взнос 15%. И максимальная сумма кредита до 6 миллионов рублей. Можно взять в этой программе. Но вот в рамках Восточного экономического форума в этом году Владимир Владимирович Путин заложил увеличить эту сумму до 9 миллионов рублей. Срок кредитования от полутора до двадцати лет. Кто может стать участником программы? Это могут быть молодые семьи в возрасте до 36 лет. Могут быть одинокие родители в возрасте до 36 лет, воспитывающие ребенка до 19 лет. Это участники программы «Дальневосточный инвентарь». Здесь вот независимо от возраста, от семейного положения, и по тех, кто может взять в подводной программе любой владелец «Дальневосточного инвентаря». Также это участники программы повышения мобильности трудовых преступств. Педагоги и медицинские работники со стажем работы более 5 лет. И также вынужденные переселиться. Если мы посмотрим, получается, на вот эту табличку, здесь представлено количество отходленных ипотечных кредитов по программе «Дальневосточная инвентаря», начиная с 1 декабря 2019 года, то есть с момента, когда была эта программа запущена, либо 30 апреля 2023 года. Ну вот последняя колоночка, да, всего нам показывает, что у нас лидерами по количеству длинных кредитов являются Блиморский край, Республика Сахай-Кутия, Хабаровский край, Амурская область, ну вот также Республика Бурятия. Есть также регионы, в которых эта программа не пользуется большим спросом. Это Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, в Камчатский край. Не видно, наверное, просто. Там людей просто нету, не то, что они не пользуются. Знаешь, что, мы его посчитали, получаясь самую бутатку, просто брали количество людей, потому что у детей на 10 тысяч человек населения, в принципе, результаты не сильно отлучаются. Мы приводили эту численность населения, то есть мы... А там тысячи, а тут даже единицы. Ну, у меня есть результаты, то, что мы не увеличили с населения, можно будет посмотреть уже. По вопросу под отличающими, что в 7 годах получается 1,2%, 1,2%, ну и до чего мы начинаем так приводить. Нет, это всего. Ну, только 1,5-2% вы можете и прийти. А, все-таки, это не настолько, это всего. Всего, да. А, у нас они меняются, какие у нас это проценты? Сейчас по ипотеке около 10. Да, 10-13, да. То есть ставка очень такая низкая. Да, все понятно. То есть все мы правильно снимем вот это. Да, конечно. То есть еще разводились же все, на самом деле, по поводу. То есть поскольку одиночные родители, это у Ракши тоже был. Что люди активно разводились. И вот это... Да, получить ипотеку. С этого года уже обещаю всем давать. Это надо в 26 лет. Зависимо от количества. И количества и статуса, да? Да. Ну, здесь мы тоже можем говорить о таком своеобразном эксперименте, да? Который был подставлен над регионами для восточно-федерального округа с этой программой. Поскольку эта программа с беспертиментной низкой процентной ставкой. Вот. И в других федеральных кругах подобных аналогичных программ просто нет. Вот это на данный момент программа с самой низкой процентной ставкой по России. Дальше. Отношения к этой программе на самом деле достаточно неоднозначные. С людьми экспертов мнения самые разные высказываются по поводу этой программы. Есть такие мнения, что эта программа, как бы, такая достаточно хорошая, что у нас способствует улучшению демографической ситуации в регионе, доступности жилья. Вот. Но есть и другие противоположные мнения. Вот мне последняя новость упалась от 18 сентября. Эксперты предлагали к ней дали восточную квартиру. Причину. То есть какие высказывания встречаются в новостях? Что цены на настройках уже пробили все возможные кредиты. А после расширения эпатичной программы застройщики только спасибо скажут, потому что можно еще больше страны завесить. Дошло до того, что за 7 миллионов уже даже на этапе котлова на двушку не возьмешь. Вот такая ситуация сейчас на рынке, да? Вот такие мнения тоже встречаются достаточно часто, да, что у нас вот эти низкие процентные ставки привели к сильному росту цен на недвижимость на первичном рынке, на вторичном регионах, где эта программа работает. Поэтому здесь тоже ставится вопрос о том, делает ли эта программа более доступной же ее для населения или нет. Так, ну вот, соответственно, сейчас немножко расскажу о гипотезах моего исследования. У меня тут получилось две гипотезы сформулировать. Ну, так получилось, что исследования прошли, может, немножко в разных направлениях. Ну, как бы, ну, потом все-таки у нас именно такая картина сложилась. Первая гипотеза заключается в том, что снижение процентных ставок по ипотечным кредитам приводит к увеличению цены первичного рынка недвижимости. Здесь мы хотели проверить, действительно ли снижение процентных ставок приведет, действительно ли снижение процентных ставок приведет к увеличению цен на первичном рынке недвижимости. Вот эту гипотезу мы проверили с помощью генетических моделей на паблиментарах. А вторая гипотеза заключается в том, что программа «Далевосточная ипотека» оказывает влияние на демографическую ситуацию, в частности, на миграционное оборудование в районе «Далевосточного ипотека». Я еще скажу, что целью вот этой программы, для чего эта программа вообще годилась, да? Для того, чтобы улучшить экономическую ситуацию на Дальнем Востоке, потому что все мы знаем, что люди в Дальнем Востоке уезжают. Вот, поскольку тут у нас уровень дождаемости тоже, ну, не один из самых низких по стране, уровень дождаемости только стригнее на самом деле, но все равно понятно, что населения здесь немного, поэтому вот с этой целью программа «Далевосточная ипотека» еще была целью живительных недвижимости, да? Так вот, чтобы увеличить инвестиции в строительную отрасль, да? Ну, чтобы больше жилья сделать, больше запросов, больше жилья. Вот, и что получилось, какие результаты? Для проверки первой гипотезы о том, что снижение процентных ставок приводит к росту цен на первичном рынке недвижимости, использовались социально-экономические и демографические показатели регионов Российской Федерации 2015-2020 год, данные Росстата. В качестве инструмента использовались эконометрические модели на панельных данных с фиксированными эффектами. Здесь я привела результаты оценки трех моделей. Первая модель у нас оценивалась за 77 регионов Российской Федерации. И красным у меня здесь выделено коэффициент, да, который получился значимый. Он у нас получился отрицательный. Это значение средневзвешенной ставки по процентным кредитам. Вот процентов. Здесь мы что видим? Что с уменьшением процентной ставки цены у нас, да, средняя цена одного квадратного метра площади в квартиру у нас увеличивается. Причем здесь для того, чтобы скорректировать уровень цен на инфляцию, да, чтобы как-то привести регион к одним единицам измерения, а мы все показатели, которые выражались в денежных единицах, корректировали на цены потребительской, на стоимость потребительской корзины. Там минус стоит? Да. Это снижает? Да. Это снижает? Работа на цель. У нас получается, да, чем меньше ставка, тем получается выше цены, да, выше средняя цена одного квадратного метра. А рассматривались только уже готовые квартиры? Или вот как в том сообщении про этапы клавана, что-то сказано? Просто в 2019 году как раз были введены скромщины, а после которых мы значимость видим. И там в чем суть идеи, что теперь риск недострой, того, что здание недостроится, несет банк. Естественно, цены сразу, ну поскольку вы теперь не несете этот риск, вот цены на этапе клаваны или вот в этом районе, они сильно выросли. И еще можно, да, к эффектам? Опять же, на мой взгляд, шок пандемии привел к тому, что изменились предпочтения в отношении проживания в квартире и проживания в доме. То есть вот если я еду сейчас в Благовещенство, то только что был вокруг одноэтажная уже мужская область, которая не была на самом деле. То есть массовая идет застройка, вот мы сейчас еще в доме, невозможно найти дом, а с тебя спальня, казалось. Ну стандартная история. То есть огромная застройка, это не то, что вот сейчас, например, вот уже некоторые наши коллеги говорят о том, что мы наблюдаем, ну были проблемы с загрузкой строительного сектора и застройщика. У нас массово самостроено. Это не перевод, вот как уже, интерпретации бывших датчиков, а это просто, ну, и физически можно пока что-то оценить. У нас начало строительства, или завершенность строительства, медиальных домов. Видим ли мы это? Или мы смотрим только на официально сданные квартиры, которые вот крупными компаниями? Надеюсь, мы этих эффектов не увидим, потому что все-таки на данные Росстата здесь ограничены. Ну то есть вот это не наблюдаемая составляющая. Я не знаю, если... Хотя нужно посмотреть. Вот я бы не начинала в момент, если есть данные именно по индивидуальному женщину. Ну пойди, с данных Росстата или с этих агрегаторов данных? Если данных Росстата. Стоимость квадрата. Да. В панельной квартире. В смысле, в похожем, где они? Стоимость мертвы – это ничего? Там просто показали. Посмотрение цены налогового квартира, то есть, что лучше площади квартиры. Да, на теоретическом уровне. Да, это квартира. Соответственно, вот этот весь сегмент, который строится, он оказался за пределами. Да, получается. Ой, там еще сложные кросс-эффекты. Там еще уже будет сельская ипотека. Там на самом деле много чего нужно. Ну, даже здесь даже не кросс-эффект, ну, смотри, не то, что одновременно несколько шоков было. Да, это одна история. Вторая история стоит в том, что просто мы смотрим на достаточно узкий сегмент. На него очень. У нас замечание, да, то мы учтем, потому что первый раз в панельной квартиры. Ну, нет, как раз-то нужно понимать, на современном этапе еще лучше. Да. На самом деле, ощущение, что, по крайней, в наших регионах, это не столько засунуло, поскольку это анагида. Значит, куда вообще действие на структуру? Ну, не может быть. А, это собрется на самом деле, расползается. Да. Мне кажется, что вот эту вот дополнительную застройку, самострой, можно поконтролировать через фиктивную переменную дубу, через цены на строительный материал. Не, 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 не. Это, опять же, это уровень конкуренции на конкретном рынке, плюс транспортная доступность, плюс еще остальное. Это не полное, не хорошее. Не полное, что думал. Я думаю, что это там еще много чего-то сидит. Это структура рынка вот этого строительных материалов на конкретном рынке. Вот тут перед полчатной переменой, она же у нас локальная. Это структура с 1 квадратного метра, поэтому здесь точно как-то переменная обходилась у нас. А какие контрольные переменные можете сказать отсюда, походи? Да, контрольная переменная, первая переменная, это средняя балтическая стоимость крыльцев по 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, поведенных в эксплуатацию жилых зданий о ценах потребительской корзины. Потом среди душевые и денежные доходы населения о ценах потребительской корзины. Вот этот коэффициент у нас оказался значимым в всех трех моделях. У нас получается подключение в доходах населения. Они не проставили в рабочем, в легшем. И потом уход действия общей площади жилых домов на тысячу человек населения. То есть здесь тоже следить эффекты. Именно активность из трех модерских еще один вопрос. Пробовали смотреть на гидрогенности региона с точки зрения насыщенности рынка обеспечена? Потому что с одной стороны они одинаковые, то есть эффективный эффект, конечно, что-то среднее, но изменения насыщенности рынка они не тянут. То есть переходят с одного года в другого года. и шоке в другом взгляде. Здесь он вторым видит уже потом регресс во временный эффект. Это просто временный эффект. Это общий тренд во временный эффект. Ты вытащил общий тренд по стране. А насколько он равновее для дальнего востока? Регрессионная модель была оценена для всех регионов Российской Федерации с данными переменами для регионов дальневосточного федерального округа 2020-2021 годов. Это те годы, когда уже действовала дальневосточная инфекция. Этот коэффициент у нас тоже получился положительный и значимый. А третья регрессионная модель с переменными эффектами отценивалась... А куда будут вводить ставки по ипотеке? А мы здесь уже не стали вводить переменную ставки по ипотеке, потому что здесь у нас фиксированные эффекты съедают. Ну, как раз мы же смотрим эффект программы. Программа была 20-22 да? Да. у нас есть 7. У нее 20-я. Так, вот здесь мы не стали вводить ставку, потому что здесь у нас третья регрессия была только для региона восточного федерального блока оценивалась, да? А здесь у нас работает программа для источной ипотеки. Смотри. Когда вьюгограмм? Сейчас, подожди. Когда вьюгограмм? приемлем? Смотри. Это раз. Во-вторых, там. Лаги, я стесняю сказать лаги, живье не вводится одновременно, то есть у вас, по идее, да, конечно, мы можем предложить спектэшн, но это в реальности так не работает. То есть у нас должны быть лаги и желательно какой-то мутикартов, правильно? У тебя управляющая переменная, она исчезает. А дальше у тебя, на самом деле, что у тебя происходят в другие годы? В чем проблема? Если ты просто на годы смотришь, что опять же шуги повзайни, шуги там СВО, шуги всего, это что угодно. Шуги, которые отразились в 20-м году, сначала упали, потом отжались к концу 21-м. Вот эти все шоки, они у тебя вязные оказываются во временном эффекте. Если у тебя нет, то если ты не сравниваешь до невосточной регионы с не до невосточной. А если сравниваете, то вам на модели 2, там что? Ну, можно тогда еще оценить, получается, или безсознанную модель для не до невосточных регионов, да? Ну, когда мы оцениваем регрессорную модель только для регионов Дальневосточного и Федерального округа, за базовый год был взят 2019 год. Здесь мы видим, что у нас временные эффекты из 20-й, 21-го, 22-го и положительные, практически значимые. Вот это как раз те годы, когда уже активно программа Дальневосточная Экотека работала. — 19-й год мы за базовый взяли? — 19-й — это год. Так вот, там много чего происходит. Вот эти годы, мысли, что происходит, почему он может стать эвакутированным эффектом, статистически значимым. Много чего. У нас много чего происходит в это время в экономике и поведении людей. Но начиная с изменения предпочтений в отношении победения и отношения к женщине площади, затачивая доходы и всего остатка, и всем остальным, динамикой доходов, динамикой доходов, динамикой специальности, для чего угодно, динамикой, политической напряженности. Вот это всё, оно сидит, вот эта совокупная штука, она оказывается только во временном эффекте. Вот, и ещё было. Я всё правильно? Что? Всё правильно, правильно. И вообще, по-хорошему, ну, не бы было интересно посмотреть на уровень миллионов, где, ну, вот опять-таки, вспоминает Красноярский край, который, когда я пожалела, это среднее по бесконечности или негуте. Среднее по бесконечности. А опуститься на уровень, у нас, это, это, ЦБ, что, какие данные? Ниже даёт, по-моему, с паритетом или только на регионах? Про данные ставки. А я на ставки только по региону, гидрогенскую. То есть, грубо говоря. По регионам тоже достаточно. Тут главное динамик использовать, то есть, чтобы и были другие регионы, и и до, и после. Ну, всё. Не надо. Спасибо большое у коллеги. Да, я сейчас как раз... Нет, ну, просто, опять же, удивись. Проблема больших регионов, то, что в Икуте, она больше Австралии. И у нас одна точка. Она, по-моему, три, она больше, чем вся европейская часть Российской Федерации. Она Икуте. И у вас одна точка. И есть еврейка, которая... То, где там живут, это чуть-чуть? Нет, пять или шесть населённых пунктов. Ну да. А еврейка, это один населённый пункт и... И, там, сто двадцать человек. А Чукотка, два населённых пункта и, что у нас, сорок тысяч населения. Или меньше. Ну, а сварь, это ваш любимый сварь. Нет, ребят, давайте по одному сниму. На, пожалуйста, пойдите по одному сниму, да? У вас тут вопрос? Нет, ну, просто отсюда, имеет ли смысл, я не знаю. Да, давайте. Потом, снимайте, и потом. Сейчас я вам вопрос. Я вам вопрос. То есть... Вот накатаешь, не стоит. Нужно покатать. Двигаться, катаешь. Ой. Может потом. Вот она готовилась в городе. И вот сюда можно будет пить. квартиру по стенам, по самым деньгам, по сути, в Москву, во всю-то, в рубляху, в Москву, в Москву. Это снимать официально, в Куре, в Куре, в Куре. Большая. И если здесь разные населения пункты, здесь разные смыслы видят, когда самая изотекция. 1% там, 10 тысяч рублей, там, за метр. И, так же, все разные деньги, разные значения. Вот так, не он учить это, это, фактор, разнообразие по... Дисперсия высота. Да. Можно один дисперсию высота посмотреть. Посчитать по этих, агрегаторам, по зависимому перемену дисперсию высота. Правильно? Да, да, да. Если право, да. Раскруссен достаточно большой по региону. Даже в одном регионе. Ну, то есть, вот выделяется столица, да? То есть, вот здесь в Ложевостоке, это, я так, сильно отличаться от уцурийского, а уцурийского сильно отличаться от какой-нибудь будинки. Вот, если я сказать, Владовещенский на 30 миллионов сейчас. Домик небольшой. Да. 30 миллионов. Да. На три, на три, на три спальни 30 миллионов. Это, да. Ну, то есть, приемы. Ну, то есть, приемы. Ну, то есть, приемы. В Москве, так и в Мироке не могут. Порядка. Ну, да. Смысл в том, что задание, что цены, да. Если у вас какая-то нереальность, то не коричь, но в Мироке, а, ладно, может быть дальше. А, ну, то есть, по-три, нахуй, 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 нахуй. Вопрос, что она работает. Что-то, вопросов нет. Я уже смотрю. Нет, это цена, это реальность, что она сделает. Нечего продания. А мы еще в доме. Мы договорились, что в доме, зайдем в доме. Так, дальше. При этом. Так, вторая гипотеза моего исследования заключалась. Давайте сейчас не помню, чем она заключалась. В том, что программа «Дальневосточная ипотека» оказывает влияние на демографическую ситуацию, что, в частности, на миграционный отрок для синия в регионах Дальневосточного ипотеки. Здесь мы хотели посмотреть, что, несмотря на то, что цены, получается, растут на недвижимость на первичном рынке, получается, что дальневосточная ипотека, с одной стороны, может и делать жилье более доступным, да, но не, опять же, не для всех категорий населения. Для тех категорий населения, которые в дальневосточную ипотеку не попадают, жилье, опять же, не будет совсем доступным. И, ну, поскольку данная программа вводилась с тем, чтобы улучшить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке, вот здесь мы взяли показатель миграционного отрок населения, чтобы посмотреть, стали ли люди меньше уезжать с Дальнего Востока благодаря вот этой вот программе. В качестве инструмента использовался метод синтетической контрольной группы. Это базовый экспериментальный метод. В чём отличие этого метода от обычного эксперимента в том, что здесь мы не оказываем непосредственного воздействия на участников и условия эксперимента, а используются уже существующие группы для изучения интересующих у нас процессов. Авторы данного метода — это Абади Батисапаль. Вот, впервые статья о использовании данного метода была опубликована в 2003 году. Что данный метод позволяет сделать? Он позволяет создать так называемую синтетическую кофе у исследуемого региона. Вот, зачем вообще нужен синтетический регион для каких-то целей? Вот у нас есть, допустим, Приморский край, в котором дальневосточная ипотека у нас работает, да? Мы хотим посмотреть, что было бы, да? Если бы этой ипотеки дальневосточной не было. Понятно, что мы эксперимент провести не можем, да? Только он в чистом виде. Поэтому здесь можно создать так называемый синтетический регион. Вот. Из тех регионов, в которых не производилось воздействие этой программы. Вот. Получается, что у нас несколько объектов объединяются в один синтетический объект, который будет имитировать поведение региона, например, Приморского края, до применения какого-то воздействия. В данном случае под воздействием мы принимаем именно вот эту программу для дальневосточной ипотеки. И с использованием этого метода можно спрогнозировать ситуацию в регионе без воздействия и сравнить с фактическими результатами, полученными после этого воздействия. В данной работе метод синтетической контрольной группы применялся для всех регионов для дальневосточного федерального округа за исключением Чуковского автономного округа, по той причине, что для этого региона просто не было данных, по-моему, их перемены. В качестве набора контрольных регионов были выбраны объекты Сибирского федерального округа, за исключением Республики Тыла, потому что, опять же, данных не было. Почему были выбраны именно регионы Сибирского федерального округа? Во-первых, в этих регионах не работает программа для дальневосточной ипотеки. Во-вторых, эти регионы достаточно близки к климатическим и географическим условиям, к регионам Дальнего Востока. По каким критериям конкретно отбираются? Какие перемены и на основе каких? Насколько комсинетических, которые будут, там основной вопрос показать, что действительно выбраны критерии и релуанты для исследований, грубо говоря, что они позволяют собрать регионы, ну, как политические регионы, которые можно сравнивать. Какие критерии, как происходило отбор критериев, которые положены на основу? Или просто мы решили, берем, у нас ничего другого нет, у нас есть сибирский трябов, пара-близкий. Все остальное совсем далеко. Можно же просто трепу проявить. Что? Можно, если бы, рассмотреть предыдущие, двое пакет введения, где есть какие-то... Параллель, единый тренд. Да. Ассамшин о едином тренде. Ну, да, мы же можем и раньше посмотреть, и просто убедиться, что введение пакет в пакет. Нет, и смысл такой, да, что мы, как бы, эксперимент, да, проводим. У нас в Мозглевском крае получается волноводействие, да, и мы создаем искусственный регион, который близок к основным характеристикам в Мозглевском крае, в котором этого воздействия не было. Это такое искусственность в Мозглевском крае получается. мы всегда проверяем единый тренд. Если он выполняется, после этого мы можем говорить, что да, у нас Diff and Diff, а не просто Interaction terms. Ну, естественно, да. Это очень похожее. Это выглядит на графике, так, стало им тоже показателем. Так, ну, соответственно, период до воздействия рассматривался с 2010 по 2019 год, и период после воздействия с 2020 по 2021 год. Вот в эти годы, когда работала программа «Далевосточная ипотека». После выбора контрольной группы рассчитывался вектор весовых коэффициентов, да, вот решалась оптимизационная задача. Вот находились веса для каждой группы регионов. Этот сам метод определения весовых коэффициентов основан на минимальной, на минимизации различий между значениями переменных в области воздействия и контрольной группы. Для этого использовалось всего квадрата в подличии, и здесь в качестве X1It, вот у нас вот эти перемены, использовалась матрица значений переменов для регионов дальневосточного фибрального округа, а X20 – это была матрица значений переменов для регионов… Какие перемены? Сибирского фибрального округа. К сожалению, набор переменных я не вывела на слайд, но я могу в новом пути показать. Мы выбирали те переменные, которые оказывают наибольшее влияние на миграционный отток населения регионов. Мы строили коммунитетическую модель и выбирали значимые переменные. Какие? То есть мы реализировали предыдущего вопроса, собственно, как мы их… Сейчас мы зайдем, да, для этого. Какие переменные? Расскажи просто. Так. Я могу на новом пути посмотреть… Сейчас… Ну… Ну… А… 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 Ну ладно. Давайте дальше. Сейчас, да, давайте дальше. Это как-то ключевой вопрос, а дальше… Релевантность… Давайте сейчас дорассказываю, а потом я тогда открою в полной версии и посмотрю. Хорошо? Да, дальше, да. Так. Так. Ну, далее. Данный метод предполагает, что значение миграционного оттока населения региона тестовой группы без воздействия должен быть близок гипотетическому значению этого же показателя синтетической контрольной группы. Для оценки тех, как программа использовалась разность между значениями миграционного оттока в исходном регионе и синтетическом регионе после начала программы. Вот. Возможность такой оценки тоже, она была обоснована в работе авторов метода синтетической контрольной группы. Далее, с использованием Т-критерия проверялась нулевая гипотеза о разности нулю средних значений полученных оценок А и Т, да. Если у нас нулевая гипотеза подтверждалась, то здесь мы считаем, что воздействие не оказалось значимого эффекта на исходный регион. Все вычисления проводились в Word Studio в использовании библиотеки SINCE. Вот у меня тут ссылка на эту статью, которая использовалась в нашей работе. Вот. То есть данный метод, он уже запрограммирован в Word Studio, мы его использовались. Вот. И вот здесь у меня такая табличка, по которой можно посмотреть рассчитанные веса, веса были рассчитаны для регионов Дальнего Востока. Вот здесь мы видим, что Приморский край можно вот с такими весовыми коэффициентами, да, из регионов Сибирского федерального круга использовать. Для Хабаровского края вот у нас такие весовые коэффициенты получились. у нас в области, здесь всего два региона, было отобрано Республика Алтай и Республика Кокасия, да. А для Рейско-фановной области здесь у нас только Республика Алтай получается. Так, ну вот здесь у меня приведен график для джигера по Приморскому краю. Здесь траектория изменения миграционного отопа Сибирского края и сформированного для него симметического контрольного региона за период 2020-2021 год. Вот, ну такие графики мы по каждой порене настроились, мы хотели, чтобы у нас так было хорошее подтверждение по всем регионам и всем перегионам. Дальше следующие у нас получились, следующие результаты. Получилось, что в принципе программа «Дальевосточная ипотека» показала достаточно хорошие результаты в большинстве регионов Дальевосточного федерального округа. Вот, это Амутска, Сахалинска, Магаданская области, Приморский, Камчатские, Хабаровские края, и в 2020-го года значимым уменьшился отток населения по сравнению с синтетическим регионам. А в остальных регионах миграционный отток населения либо увеличился, либо уменьшится несущественно по сравнению с синтетическим регионам. Вот такие вот. Можно вопросы? Опять же, поскольку я смотрю на Мужскую, с Халинскую, ну вот, на Мужскую сразу, вот стесняюсь сказать, в двадцатом году у нас началась реализация среди в Стамбургского ДПЗ. Там приток, ну, под сотню тысяч нам рабочих привезли. А в Сахалине это, там тоже близко, там, Сахалин-2 и вот продолжается разработка. То есть, в какой степени мы можем, ну, используя именно у Санбургского ДПЗ, говорить о том, что это доневосточная ипотека, а не реализация других инфраструктурных проектов или других вещей? Насколько вот эти, то есть теоретически мы понимаем, о чём речь, да? Насколько возможно предположить, что проблема эритогенности, она была решена, если не была решена, то как нам можно? Ну, какие замечения должны работать? Ну, как раз вот есть ограничения, потому что если вот такие вот эффекты появляются, мы эти методы... Ну, то есть, с другой, шоки остались за пределами? Шоки, да, шоки остались за пределами, это вот именно что-нибудь достаток этого метода. Вот здесь, наверное, по этим регионам, где вот были вот такие вот шоки, вот эти вот, наверное, всё-таки мне кажется, нужны дополнительные исследования. Или исключательные выборки? Или исключательные выборки, да. То есть, зная, что вот там-там-там были... Да, да. Ну, это вот ограничения данного метода, здесь мы вот через ту неточку сможем уже вернуться. Плюс ещё одно ограничение, то, что всё-таки ипотека доневосточная по факту всего и вот три года, да, у нас получается работать. Поэтому то, что такой короткий период задействует этот программ становится... И вопрос, опять же, что либо мы предполагаем, что все резиденты ожидали, что это произойдёт, и уже всё было готово, да, для того, чтобы спустить. Ну, то есть, вот какой цикл строительства? Это два года у нас, или три года у нас большого здания многоквартирного? Ну, это не год. Ну, это точно не год. Вот. Соответственно, если мы предполагаем, что резиденты не были, ну, опять же, много обсуждаются, насколько даже сейчас там материсты создал, где такое продление, да, вот этих дополнительных, в каждый раз всё-таки достаточно случайно, да, в какой момент будет ли продление, не будет ли, с дизайном программы будет. Значит, скорее всего, в конце девятнадцатого года не было свободно, ну, в смысле, резидент не было, девелоперы не знали точно о том, что. Значит, влияние на поведение агенток должно быть несколько расследить, 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 да, т, чину по времени. То есть, и домашние по хозяйству меняются, и предложение жилья меняется, да, по времени. Какие-то образы с даромами. Здесь тоже такие эффекты не учитывали. То есть, как раз в ожидании. И опять же, следующая проблема, помимо области области, у нас ещё произошёл шок пандемии, который тоже был очень разный, и он зависит от регионов. В зависимости от доли, ну, грубо говоря, забывающей промышленности. Вот здесь на такой момент, да, мы смотрели статистику на шок пандемийного года, а в количестве сделать с увеличимостью не уменьшено. Я нет, я не про это. Вы же на основе каких-то показателей формировали веса и меморизировали. И там как раз история о том, что… Ну, скажем, поморской области было совсем по-другому, чем, я думаю, тот же в Новосибирске, да, то есть у нас вообще там ограничений почти не было. В Якутии, я думаю, тоже их не было, и так далее во многих местах. Чем меньше урбанизации, тем меньше. Чем, ну, разная структура занятости тоже, по идее, должна была оказывать… По идее можно ещё добавить, да, вот, получается, долю городского. Я не знаю, что вы туда включили. Давай сейчас… Сейчас я скажу, что вам включить. Или уже время, да? Или уже время, да, у нас? Говорите, ребята. Давайте, да. Вопросы два, но они маленькие. Первое. А вы учитывали, что Республику Гулятья и Забайкальский край периметулись в… В 18-м году, да. Да, значит, из одного в другой? Республику Гулятья и Забайкальский край мы изначально, получается, отнесли к регионам для Невосточного федерального округа 2015 года. Хотя, фактически они были… Иначе бы не получилось это сделать, да. Но, опять же, данная оргограмма… Почему? Просто вырежете их оттуда и оттуда. Да. Вырежете их оттуда и оттуда, у вас и композиция получится нормальная, чистая. Аня, вот это… Нет, но, опять же, Забайкальская ипотека, она работает с конца 19-го года. В 19-м году эти регионы уже входили… Ну, вот туда вырабатывают, а тут они работают. Ну… Просто вырежете эти два регионы, покажите, что у вас осталось то же самое. Нет. Ну… 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 И какие у вас здания есть, вот как раз на вот эти… Ну, у меня там, в Марице. Значит, если там есть какой-то инфраструктурный объект, там, далее на него включать, есть большой инфраструктурный проект «плюсик», «минусик»? Ну, космодрома, ВПЗ… Да. Ну, да. А то, действительно, тут вахтовая иммиграция еще есть. Да. И на самом деле, опять же, недавно с Ракши это обсуждали, что… Вот мое личное ощущение, что у нас не отток, у нас приток. И в Амурску, и в Амурку, и в Приморье. Что у нас просто часть людей, которые… То есть, на первую… Как правило, что происходит? Первый раз они на вахту приезжают одни, а потом… А второй раз они семьи уже… Семи. И семьи остаются здесь. И не все они регистрируют… Ну… Да, они остаются по этому, по старому адресу. Ну, здесь вот опять же, здесь нужно отдельно исследовать уток на сейне, отдельно приток на сейне. Вот эти рекомендации было еще направлено тоже там, лечение группов на сейне, но тоже нужно оценивать новые… Нет, а почему сальдо миграции? Да… Сальдо миграции? Сальдо миграции? Сальдо-то можно оценить, да я как диму как-то говорю. Ну, сальдо миграции я столько не работала, у меня получились как бы достаточно такие… Ну, у нас в классе… У моего ребенка в классе… Извините, опять… А не кто того или нет, что называется… С Питера, с Москвы, с… господи… Ну, с Турции, понятно… Еще откуда-то… Куча людей, которых их раньше не было… У меня сейчас стоит плюс… У меня студенты говорят, что Афганистан, с полу Африки и все остальные… Эти же люди, ну, как бы, если не сказать, здесь… Ну, они-то у вас зарегистрированы, они в общей жизни даже вот… А вот не знаю… Зарегистрированы… По методологии не зарегистрированы… Отлично… А вахтовиков тоже регистрированы… А вот с семьями там бабушка на двое сказала… Потому что, значит, если где-то, вот, допустим, переводят там… Это у кого-то социальный выплат в регионе выше, чем у вас… То оставят на старом регионе человека… А на ребенку, например… В принципе, и так в школу ходить по ложному не надо регистрироваться… В принципе, вот… Так обязательно взять… Ну, конечно… Опять-таки, вот, регистрация по месту жительства… И, допустим, где зарплату получают… Это разные… Это совершенно разные… Ну, я вот зарегистрирована в Рубинской области… Работаю здесь… Ну, так же… Ну, хорошо… А еще… А я пока здесь… И благоэтажем… Благоэтажем… Вот так… И это прям… История… По доходу, кстати, могут быть точнее… И… И… А, ну, по доходу тогда как раз вашим инком будет… Значит… А, вы же налоги платите… Да… О, господи… О, господи… О, господи… Ну, неважно… Вот по этому региону… Да… 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 Есть эти… Господи… Потребитель… Есть показатель потребления… Очень классный… Региональный… Вот… Он переносит эти вещи… Эээ… Так… Сейчас еще что-то делать… Давайте… Славь… 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 Очень сильно по времени… Давайте вам мои интересы к времени… Пожалуйста… Спасибо…